друзья всем привет друзья всем привет собрались сашей таком узком коллективе традиционного уже после последнее время вот решили значит в формате интервью обсудить не обсудить а задать денису несколько вопросов что 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 у него случилось своем п из-за чего весь сыр бор что происходит почему вот есть какие-то некие недопонимания особенно в интернете в ю тубе на различных других каналах вот много негатива и хотим собственно вам это все рассказать что из-за чего все произошло да давайте начнем по поводу вмп да ты с ними насколько мы уже понимаем ты с ними знакомый василий николаевич василий николаевич знаком рассказывай свою историю что произошло ну смотрите год назад в мп как раз готовились значит выйти выскочить на рынок из откусить рынок моторных масел они планировали как цифров значит вообще поставлять производителем пакеты присадок ну там планом громадьё вот и пригласили меня в гости это было конец октября последнее видео где я стою у ворот в мп это как раз годовалые видео когда как раз василий николаевич был который выжар да 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 ну это первый раз когда я приехал он меня еще не знал лично поэтому он спросил ребята вы кому вот значит тогда значит он встретил нас вот мы пошли там по по этот самый по территории показал что они строят там все туда-сюда ну вот значит это было первое мое знакомство потом я еще он пригласил да но он такой странный подход он менеджеры приглашают также как я вот сергеем как-то полимере мы обсуждал и сергея тоже менеджер приглашают сергей говорит а почему вы меня вы кто-то причем не представившись ну такие чего мне приглашаете вот но для 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 меня это наверно нормально вот но когда приглашаю там владельца бренда ну это как-то так но это не суть значит вот тогда я приехал значит предложили мне смешать их масло база пакет присадок и загуститель и прокатали на их машинке вот машинка вот который для тормозов передел до для тестирования и а я не знаю до 18 даже предложили выбрать масло там я выбрал лукойл значит и мобил ну думаю модель мобил один это как там куча банок были значит мобил один как топ как грубо говоря такой вы высший ориентир и лукойл потому что мы популярно очень маслом но мне тогда еще насторожило что и мне тут подсунули еще российского конкурента не буду называть ну ладно неважно ну а потом оказалось что это вот есть вот политика такая то есть грубо говоря мы вылезаем обсираю грубо говоря российских конкурентов то есть не импортные бренды которые ушли а именно наших не не обсирали нам для чистоты для 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 истины надо признать что они и мобил обсирали что-то мобил провалил прокрутку холодную сейчас хотя там дела не мобиль а в приборе вот этот желтый который был важно что с ним не так говорят что он не подается калибровки не подается он я смотрел там погрешности бывают до сорока пяти и пятидесяти процентов вот и значит сам производитель не может его откалибровать и на него не существует поверок его нельзя поверить как лабораторно его нельзя использовать потому что там я разговорил для гаража прибора ну что-то можно там ну изгаляться можно технологии там что-то 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 какие-то данные можно получить что-то плюс-минус похоже что-то вот так такое несерьезный прибор ну сейчас по крайней мере надо похвалить кто-то мне скидывал видео в мп купили canon официальный но вот вы вот за это молодцы конечно вопросов нет вот это уже серьезный подход вот значит ну так познакомились я еще приезжал как-то проверял синтек мне там вопросы были проверяла что как на рязкость у него есть прибор вот антон пар висказиметр и платномер вот и с помощью него проверяли рассказывали что он 100 тысяч евро стоит но это смешно что было просто знакомство твои с ними да 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 приехал они на ней искали блогеров кого сделать скажем так кого зарядить кто будет их продвигать то есть василь николаевич несколько раз прям упоминал академика и видно что он очень сожалеет пути разошлись а потом я слышал что василь николаевич пытался налюбить академика поэтому их пути разошлись сейчас он видимо очень сожалеет о том что как-то не так себя вел с константином ну это и дела значит ну и вот такое потом он мне даже как-то василь николаевич он не звонил находился в в отпуске в египте туда звонил по ватсапу предлагал там какие-то снимать сериалы там какие-то про вот их масло про интервью с владельцами короче продвигать всячески пока сейчас есть кому снимать насколько я понял ну смотри они кого-то находят и люди и очень там антон воронков был у них после меня артем x тоже чего-то как-то так но не знаю но и дальше дальше да значит ну вроде общались нормально они приезжают там все все душевно вот и в конце года там через пару месяцев после первого посещения значит я покупал тогда принтер по фотополимерный хотел печатать свои телепринтер линейки фотополимерный большой такой дорогой вот как раз вот про эту историю также да у меня есть видео да я выложил видео в интернете да есть это можно ссылочку в описании могу прикрепить интересно расскажи истории интересно с этим при этом вот я купил насколько понимаю это что-то как раз вот и есть часть часть конфликта из этого и началось за принтера не то что там ездил ты проверял смотрим когда мы общались нормально нормально и там ребят позитивно вы расстались на позитивной ноте да да конечно конь и после этого я еще наверно пару раз у них было не приглашали меня и вот этот прибор желтый посмотрели там вот и значит и и вот масло проверял да ну вот значит выпустила это видео с линейками не получилось я по моему прибор да я по моему за 125 тысяч покупал но не новый но он дорогой сам себе ринтер да 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 у меня не получилось значит он деформировался ну там очень сложно с этой печатью ярко деформировал да 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 я выпустил видео и по моему на следующий день и написал менеджер александр своим по и говорит давай к нам поставим у нас специалист есть есть место тут как бы мы можем развернуться ну давайте я привез посмотрели говорят значит принтер такой под загаженный пленка под замену ну там лоток такой для смолы вот там пленочка такая прозрачная значит пленку под замену мы закажем там ну и помоем и потом они даже мне скидывали фотографии что он там разобрали его сейчас вот все сделаем от моем вроде как поменяли пленку и почистили значит вот после этого апрель я получил вот масло то для блогеров немножко затюни на и да вот значит почему затюни насчет и решил что масло затюни на сравнивал мы же ну я же ты же заказывал я решил затюни на это вот сейчас когда или ты тогда знал что с жизнью я не знал не знал мне дали в в канистре пятилитровый причем там 4 литра было написано я по телефону согласовал владельцем говорю ну готов потестировать он говорит да но мне надо 5 литров и вот что-то какая-то суета такая была бегали литры страну а вот я думаю еще странно у них вроде как даже сварена партия была мне показывали реактор все там сварено в кубиках уже я думаю что там за суета почему в литр ищут возможно даже она была более затюненная потом ее еще разбавили на обычным маслом понимаешь ну ну врать не буду это такое уже надо быть объективным вот и вот когда это было в июле значит принтер стоит я не знаю еще как они кстати спросили можно ли печатать пользоваться принтером для своих ножки я естественно разрешил думаю но жалко что нет а вот и вот в июле значит мне надо ежемесячные платежи за за свой новый прибор вот я им позвонил говорю так и так типа можем договориться что вы его выкупите за какие-то деньги если он вам нужен и сниму я его заберу и буду продавать и я вот приехал значит василь николаевич был где-то на совещании каком-то там какие-то у него гости были встретился с ним вот еще они да попросили пару линеек там привести им показать который я уже сделал им подарил пресс-форму ну конечно 2 2 2 то есть линейка которая у олега это это твоя линейка сейчас расскажу дальше вот значит я не стал ждать когда освободиться кузьмин я уехал и вечером он не звонит и говорит так и так все там как бы прибор мы отдадим но мы потратили на него 40 тысяч рублей а из того что мне менеджер накидывал я знаю что купили пленку это тысячи или две максимум и почистили а он не горит 40 тысяч при том что они пользовались там 7 месяцев я думаю ну как-то странно носа не пользовались прибором 7 месяцев в своих целях и попросили с тебя 40 тысяч но они сказали что потратили 40 тысяч потратили 40 тысяч не то что они с меня попросили потратили 40 тысяч он говорит дай мне ну там сколько-то там линеек и как бы закроем этот вопрос а то есть он меня до попросил линейки сумму я уже потом понял что он специально подогнал чтобы взять это количество линеек вот значит хорошо я думаю если люди такие обездоленные это мне хорошая наука я то не проговаривал ну и мы не договорились что да там типа они не согласовывали какие-то траты то есть получается если бы они твоим 3d принтером не пользовались бы то ты бы ничего не должен был я не знаю нет они могли бы сказать что тоже там нет но есть если бы он просто у них постоял этот 3d принтер то полчаса ты его и забрал бы не и ничего не тебе не сказала но если пленку не поменяли ну да участвую ничего не должен они им пользовались и за это ты должен 40 тысяч но не я должен отмечаю что потратили 40 поэтому ты нам компенсирует половину скажем так они вот компенсацию на 20 попросили то есть где-нибудь подтверждение вот это вот да да скрины я приведу у меня там запись экрана переписка с кузьминым делом там извиняется уже последствий давайте чуть позже дать и не ставит эти все скрины да 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 значит приехал там я забирать принтер вообще без упаковки такой же засранный просто капитально и при мне даже в ванночке в этой смола жидкая как я как я вообще должен хотя и кузьмин не пообещал что там все сейчас подготовить понедельник а я приехал там по среду или в четверг и этот менеджер там два раза подтверждался все подготовит упаковки нету ну ладно бог с ним потерялась где-то и вот эта смола я думаю я не не понял почему смолу даже ну как бы там же надо ее чтобы она отвердела а потом доставать вот сложный там ну как пол за полчаса специалист бы очистил все подготовил бы отдал бы нормальном состоянии вот значит я но я понял почему так было сделано потому что когда я у себя его мыл я увидел что пленка имеет те же повреждения которые изначально были сию не меня там были два таких продавлен иногда как будто ну как карандашом или чем-то 20 как прокола и по большому счету я не увидел что пленку заменили хотя они писали и мне так стало обильно что блины мне навешали на меня но обиднее всего даже не деньги плевать на что обманывают отношения да я говорю почему что я вообще сделал что плохого я сделал где-то слухи кита вас разносил или еще чего то что в чем проблема и потом вот даже вот кузьмин переписки я говорю я заслужил это чем я заслужил он говорит нет не заслужил там извините простить меня в заблуждение вели а что происходит когда человека будет заблуждение он начинает другого обзывать наркоманом это после этого ну просто я вот даже не знаю как зачем человек так делает он сначала похоже делает а потом думает или как вообще смотри ты 3d сейчас вернемся 3d принтера забрал да он у тебя сейчас нет я его поставил конечно в продажу его продал да я им предлагал выкупить они мне предложили 15000 за него 15000 да да я говорю вы что то есть его покупал за 125 он постоял у них и 15000 да 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 еще 2 еще 2 еще 20 они грубо говоря с меня взяли бизнес по-русски но там там прикол был значит следующем я его продал да и человек его купил для специалиста и специалист потом пишет в опять же я сохранил специальный тискрин он пишет все выведет на экран он пишет принтер нерабочий материнская плата но он не реагирует то есть матплата поговорю сгорела или нерабочие значит ну у меня мы ли все я начинаю матплату искать где купить ну такое дело а ты продал вроде как рабочий за рабочий продавал вот и ну там ну соответственно ты не проверял на самом деле на буду я не специалист да я не знаю не проверял вот и в итоге человек его разобрал вот этот специалист и оказалось что матплата живая просто сняли провод один и завернули его сымитировали поломку я даже не знаю ну вот как кроме в м.п. этого не мог сделать никто потому что я забрал это могло как раз само произойти там от перестановки он завернут завернут мне человек объяснил он завернут вот все засрано все в клею пленка убита ну короче как как отдал так и получил еще и не рабочий к тому же еще там он да говорит какой-то концевик надо потому что он дергается там давай выведи скрин пусть люди да 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 покажу вот эту сохранен ну и я честно говоря был вообще в шоке то есть до этого ты не понимал что произошло тут вдвойне просто еще и вот вот такую гадость ну ну кто так я не знаю кто так ведет дела зачем так ну если ладно бы если бы я спровоцировал как-то счета как-то обманул как-то или чуть я не копейки вот следующим этапом я выкладываю видео спаса там где три масла 2 полимериума и в м.п. это я уже после того как в курск съездил да значит сергей дал мне два своих масла мы взяли со склада и в м.п. масло было заказано через озон за 4300 этот канистра 540 полнозольника вот значит и только я выпустил видео через там час наверно мне этот кузьмин звонит пишет что такое объясниться ты меня оскорбил оскорбление моего понимания что я такую фразу использовал что слоган в м.п. крепкое масло для друзей и я сказал что масло в два раза дороже си синтеком но на тех же компонентах тоннека и ричфу присадки ваза тоннека ричфу в присадке вот и он обиделся что я а я и говорю что крепкое масло для друзей странное представление у господина кузьмина о дружбе и он обиделся говорит ты меня оскорбил там туда-сюда а то бишь и он из-за этого я назвал наркоманом после этого уже начал там и наркоманом и мексиканцам там каким-то и чем-то лысого там поперла как будто дрожжи бросили сортир деревенский вот значит так да я предложил если он как бы я сказал что это не оскорбление если что-то его не устраивает пусть идет суд и по суду мне привлечет я сделаю опровержение вот значит подожди так это видео давай с прибора начнем вот смотри есть канал такой youtube канал все знают олег механик олег к механику он же гошу он же жора он же олег манул он же олег манул да и сейчас канал называется автохимия масла ой автохимия называется автохимия называется вот он утверждает олег что данный прибор тебе купил полимериум смотрите я могу с любым да я я предлагаю олегу значит ответить за свои слова как ответить предлагаю скинуться там допустим по 200 по 300 тысяч рублей и пройти полиграф я отвечу на вопрос участвовал ли сергей и полимериум в приобретении данного прибора хотя бы рублем или до дона там какие нет вот и заказывали сергей какую-то компанию по дискредитации в м.п. я вот на эти вопросы готов ответить олег ответит на вагонов ты ответить еще на тот вопрос платят ли тебе сергей деньги зарплата либо просто какие-нибудь не на прибор просто конечно без проблем бесплатят тебе сергей нет конечно ты готов это подходить на полиграфе да мы соберемся вместе выберем место выберем полиграф какой нормальный приедем и ответим а олег должен будет ответить на вопрос правда ли он говорит когда утверждает что мне купили прибор да олег утверждает есть также скрины где олег утверждает что денису платят полимериум да да я заряженный зараза против м.п. и без проблем давай пройдем на полиграфе это все вся заварушка это из-за полимериум полимериум всем всем платят когда ты олега подтянуть за клевету подожди вот полиграф можем пройти и тот кто врет потеряет свою сумму вот по 300 скинулись тысяч рублей отдали какому-то человеку который ну как арбитру кузьмичу да не ну пройдет было 300 поставьте скинулись да не было 300 вот я вспомнил чего блеха будут тоже скрипит и вот когда он звонил мне и обиделся говорит что ты меня оскорбила я говорю а это вы меня своей ложью вот откровенной такой оскорбили то есть когда оскорбляешь человека принижаешь его вообще интеллектуальный уровень любой уровень я говорю что вам настолько деньги нужны может вам тысячу перевести в разговоре могу говорит переведи переведи он мне три раза повторил перевезла я охренел я кинул ему ты перевел тысячу тысячу рублей подписал внизу кузьмичу от алдара хосе на бедность да кстати я рассказал да я общаюсь я не скрываю я общаюсь сергей много мне полезной информации дает профессиональном плане по по компонентам там по составу ну такое значит мы обсуждаем анализы там какие-то моменты неочевидные там вот и я рассказал сергей он так воодушевился что тоже перевел 500 рублей серьезно на антиокислители хотя бы вы хотя бы не зря звонил хоть в табыше полторушечку поднял за вечер вот так мы представили это я даже не знаю как человек я смотрел где-то какой-то я рейтинг смотрел я смотрел кто он вообще такой вот он 421 или 26 место в прошлом году занял по доходам в питере кузьмич он богатый человек но он не глупо односно нет я не говорю что глупый но просто но я видел там некоторые вот как-то ну негативно кузьмичу ну кузьмич нет он не глупый здесь я по ним наши вот я грамотный дядька грамотно я вот думал над этим долго и у меня такое впечатление что он просто сильную ставку сделал они вроде как менеджеры их вот эти заявляют что завод марина строит масло варить и у меня такое ощущение что он сильно вложился сюда и вот это его очень стресс вогнала возможно даже частично закредитовался потому что делать это такое не дешевое вот и вот этот паника скорее всего вот у него вот какая-то вот истерика вот такая срыв какой-то на на фоне стресса мне кажется вот мне скидывали первые первые у них прайсы были они выложили сразу убрали с сайта вмп там цена была до восьми тысяч рублей за канистру по моему пять пятьсот и восемь тысяч они быстро это убрали но вот представьте по большому счету то цена более-менее вменяемая которые сейчас это в том числе и наша заслуга в том числе и наша заслуга он вынужден не только на пиаре там галимом ехать вот покупая всех подряд блогеров скупая оптом и в розницу еще ибо то есть здесь я бы хотел реально донести вот такой момент что вот такие дельцы они думают что они как бы решают за рынок то есть они тут главные но это не так производитель без потребителя никто понимаете если сейчас вот люди начнут ставить отзывы комментарии там грубо говоря мы можем цену сбить да вообще вменяем я не говорю что масло очень плохое нет свежее масло вот то что проверяли даже то что сазона ну хорошие результаты показывает согласились да на машинке да конечно вот здесь вопросов нет ну понятно что она как бы вот я я проверял там она не не супер крепкая там но не за папа загуститель причем здесь загуститель они проверяли как загуститель контактируют с бензином или соляркой маловероятно как это будешь проверять плюс окисление значит а это основной ну как бы проблема основная проблема разжижения это топливо топливо считается до двух процентов это как бы нормальный уровень значит 5 это уже аварийный вот и многие моторы особенно с прямым впрыском достаточно сильно наливают масло и она разжижается причем здесь ну загустить загуститель если в исправном моторе в определенных режимах эксплуатации на на большом пробеге может сыграть свою роль у инфиниума даже есть статья я тебе скидывал там указывает что вот самый актуальный шер стабилити тестов для дизелей большой мощности на увеличенных интервалах пробега это инфиниум пишет инфиниум в курсе что это совместное предприятие эксона мобила и шелла то есть это не какие-то там из подворотними да просто вот эти вот тесты тоже там шер стабилити какие-то проценты на 5 процент провалилась это это вообще не очень важно тем более для тех автомобилей куда вязкость допускается разная то есть мы берем там по поверх 5 в 40 верхней вязкости потом в конце там пробега она превратилась там низ 5 в 40 или даже вверх 5 в 30 в данный мотор допускается это это вязкость в данном случае это как бы не особо важно да кстати каждый раз когда я приезжал они пытались меня ангажировать ну не знаю может так говорить нет купить то есть те предлагали деньги но не деньги предлагали в прямом не знаю они говорят сотрудничать до сотрудничества в любую любое любое там тема готовы готовы там участвовать вот но я не 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 как это там дворняга с мусорки были которые за косточку вот как олег вписывается во всякие блудни блин вот здесь проблема на мой взгляд у вмп знаешь какая нормальный подход чтобы выйти на рынок моторных масел да и съесть долю эту но откусить себе долю этого рынка надо привлекать качественных специалистов технологов профессионалов надо не блогеров они они очень дорогие и я могу рассказать что газпром лукойл там высокая конкуренция их постоянно друг у друга перекупают это большие вложения это высокие зарплаты специалисту надо много платить да вот на вмп работает там вот егор евгений они нормальные ребята они нормальный специалист но вот я на мой взгляд в области вот смазок таких вот которые они там для суппортов там у них наверное есть опыт чистики ну прочие другие там валеры какие-то я не знаю там какие-то в дешке что они там делают вот но в моторке у них мало опыта вот но они пытаются это компенсировать за счет агрессивно вот этого маркетинг вопрос к тебе тогда сразу ты вот говоришь евгений и егор но они неплохие специалисты ну мне так показалось я не могу осмотрел анализ вот который олег сделал анализ но не олег сделал вот он откатал 8 тысяч километров до 600 вилл анализ да мне скидывали я посмотрел прокомментировать конечно без проблем смотрите во первых ну вот показательно значит выбрали лабораторию сгс по-моему французская она здесь у нас находится питере я в нее обращался мы делали там анализы кое-какие значит я даже с разговаривал с менеджером специально звонил и вот задавал вопросы почему они используют не тот гост вот и вообще там как-то вспышку нам померили отдавали туда 2 т масла целый значит несколько образцов они там померили там больше 150 или меньше 150 я не понял как они как они работают я спрашивал почему так он говорит вот так принято и все вот вот такой то есть чем-то аргументировать значит существует два госта для отработки тоже я это уже говорил там и даже спорил вот в отрасли считается что есть год для свежего он определенные кислоты учитывает и не реагирует на тех на некоторые из тех которые образуются в процессе работы а есть год для отработки он более корректный и вот с евгением я даже обсуждал эту тему он говорит я вообще не понимаю зачем использовать год для свежего в отработке то есть евре не знал конечно да да потому что там после там пяти минут работы в моторе уже он не актуален становится и есть вот исследование лубризолог которые говорит то есть получается тот анализ который у олега там у нас отработка измерено по госту для щелочной измерено по госту для свежего масла да да я не об этом знал я не знаю про конкретный анализ знал он не знал но он значит что так нельзя делать да да он согласен с этим был мы обсуждали этот момент вот но тем не менее сделали не знаю специально или не специально ну сделал будем поговорить ошибки за этот год для свежего да и дает завышение там он дает завышение вот я даже могу screen приклеить девон сейчас делает анализы я разговаривал там тоже с технологом вот и сказал про про гост мы обсуждали эту тему я говорю что этот год неподходящий и они сейчас стали заказывать уже гост 2 госта дополнительные для отработки базовый пакет мицы меряют гостом для свежего отработку и дополнительно они оплачут год для и вот могу привести screen и там как раз на анализе видно разницу то есть один и тот же образец двумя гостами померен и разница между ними значит 1544 для свежего гост 3 3 для отработки то есть 3 сколько там две целых четырнадцать сотых но там может гулять там да я где-то читал до 3 единиц то есть я так понимаю чем выше чем меньше сработка тем больше может быть разница вот такого плана скорее всего там можно как-то через процентов q перекоррелировать но опять же это очень важно бензин это дизель условия эксплуатации масса моментов наличие топлива висит такое но это некорректный вот однозначно это некорректный я изучал плотно вопросы многие и западные компании и здесь наши пишут ну как бы кто разбирается как бы пишут и второй момент в этой отработке там какая-то присадка как-то стартил олег писал скромно увидим за что там есть присадка даже могло повлиять да а если он добавил просто присадку в топлива и об этом до этого ранее не говорил может такое бы что в масле тоже что то есть да конечно конечно если он не предупредил что бензин однозначно топливо попадает масло и может оказать воздействие свое значит и дело в том что кто это могла быть и до оливка я не знаю вот я после вот после вот есть не боли есть недоверие коллегу просто олег был неоднократно пойман на вранье то все очень не знаю там часто не часто в общем были у него случаи когда он врал и даже выведу вам на экран денис выведет скрины где он врал несколько лет назад что на его элантере пробег триста там двадцать по моему тысяч вот и человек зашел на его канал и посмотрел и говорит какие у тебя триста доста 120 или там ну или 140 в общем он прикрутился 200000 ну я к тому что вот видите да что написано и как вот можно после этого верить понимаете да то есть я вспомнил это видео когда он какой-то он все пропихивает вот этот блин и литовский этот манула чемпиойл вот который в клайпиде делают просто какой-то у нее нездоровый этот блин может он работает там или за 100 процентов если он был олег ману олег манулся назвал да и самое интересное что он на всех негативе такого масло манул показывает в тестах плохие результаты на всех это было со мной это было с денисом это канал был не будем видео я съесть есть то есть это все кто тестировал масла если у них в тесте там различные были тесты там не знаю правильно неправильно сам факт если автор там комментировал что не очень хорошо масло показала все олег там кидался какашками соответственно его все я вот видел он видео снимал тоже в какой-то такой ботву там залил от манула и в машине он едет посмотрите раз-два-три посмотрите какой разгон до сотни как он увеличит он считает он даже не секундомер я просто подумал что это вот это король неадекватов вот это король разгон до 100 считал вслух и причем и комментировал это что разгон на стреле заводского да то есть в этом как бы есть вот понимаете да это в мп взяли этого как раз блогера скорее всего они не знали что а у него вообще прям такое клеймо он же реально зашел свой канал переименовывают уже не знаю там пятый раз да по моему то есть был олег я вижу олег к механик там олег к по моему да потом автохимия масла и сейчас просто автохимия но вот 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 такая претензия и я говорю что на мой взгляд так когда люди так ведут дела блин ну это уже это по это показательно если они ко мне как человеку на которого они рассчитывали и которые ничего плохого не сделал вот так просто меня пытались налюбить ну налюбили то как они относятся к остальным клиентам по 3 покупателям потребителям то есть для них нету блин ну преград там допустим какую-то ложку почему ты начал заниматься таким маслом которое залили вы в инфинити вот они тебя дали залили в инфинити почему у тебя такой интерес вот к этому маслу к этой отработке было расскажи людям представь это это моя ответственность нет что произошло не все знают расскажи что случилось то ну вот 10 апреля я как раз был они приехали показали мне вот этот желтый прибор Василий Николаевич позвонил мне пригласил вот приехали показали этот желтый прибор вот и предложили на тест масло вот это конечно вот эту смешную из-под химии ну ладно не было тогда конец ничего страшного да да это не могли в ведре дать на теорию я позвонил человеку и спросил готов он он сказал готов но тем не менее это же моя ответственность я же мото масло привел он залил и когда сливали моторист его увидел какие-то блестки в масле мы так и не поняли что это такое мы даже и под микроскопом идти что-то фильтровали немного да пытались ну непонятно честно нет ну там скорее всего просто вот эти блестки осели может быть и так я не знаю но раз если они видео есть с блестками и понятно что сразу отправили в урц урц ничего не показывает я звоню в компанию который торгуется профессионально оборудованием которое поставляет и на климов и в институт авиамотостроения авиастроения циа циам циа и в аэрофлот я звоню директору говорю вот такая ситуация осипи то что используется в урц ничего не показал на говорит это возможная ситуация потому что осипи видит частицы размером 5 не более 5 микрон вот такое ограничение у этого метода то есть большие куски он не увидит он просто их не видит ему недостаточно энергетики чтобы сжечь ну если ты глазом видишь блестки понятно а это значит если ты глазом видишь то это большая в районе 100 150 микрон как мне объяснили я спросил чем можно можно рентгеном он говорит можно попробовать рентген должен увидеть и вот поэтому я договорился там через него он не состыковал с ребятами из oil city я приехал хер знает куда там к ним блин вот и проверили и вот все это потому что я чувствовал свою ответственность представьте я да у человека там блин вкладыши потерла например там когда моторист отработку слил он видео прислал непосредственно хозяин нет хозяин сразу приехал а приехал моторист сказал что блестки хозяин примчался снял видео тебе показал да 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 и вот у нас такой шухер был и хозяин уже такой говорить я не знаю там или или машину делать там или чу или продавать но она не новую то есть нужно было разобраться что про я да 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 и вот 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 этот момент такой был причем на этом автомобиле до масла в м.п. вот этого в такой непонятной канистре мы не купили его где-то на ну это на каком-то маркетплейсе понимаете нам дали его дали и неизвестно как они отреагировали моего пришли они сказали вы думаю в первый раз видим пойми ну тут я уже такой думал как как я просто читал комментарий кто-то писал что масло не настоящее видно что канистров отдельная нет оригинал я проверял не читал нет это на полном серьезе был комментарий да ладно я не сарказм не не может и серьезно там он на негативной ноте еще был дальше да но это видимо эти сотрудники в м.п. у них по у них по моему с работы сейчас совсем плохо они они строчат комментарии там мам не горюй в общем получается вместо того чтобы разобраться что произошло с этим маслом с отработкой я думаю что нужно было в м.п. также с денисом наверное созвониться списаться и попробовать решить выяснить что что произошло блин ну я честно говорю да я врать не буду у меня уже плохое отношение мне кузьмин предлагал и деньги отдать там вот перед каким-то видео я проанонсировал видео и он мне написал там извини там меня в заблуждении ввели давайте 40 ты скрин покажешь конечно без проблем давайте 40 тысяч переведу там зачем я его поблагодарил за опыт все свои выводы я сделал вот я бы с таким человеком ну на мой взгляд все равно нужно было разобраться с этим маслом они негативе да я разбирался я не против тебя я поймите поймите да блин я был бы какой-нибудь олег автомеханик я бы напильником натер туда меди олова и свинца и у меня бы рентген показал я сказал ребята это вообще блин ну я я так не сделал мы показали то что есть на машинке я не знаю как у них я видел да машинку они прокатали масло там какой-то самое интересное что получилось что мы катали масло первой партии у нас износ 404 с половиной масло первой партии и они катали это же масло первой партии у них износ 0 5 где-то 0 4 но они именно они написали 0 43 или 0 0 43 0 44 то есть получается то есть вы прям совпали да да очень точно по свежему все 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 вопросов нету но отработка у них два раза лучше опять повезло нет но опять же там моточасово олега 160 и средняя скорость 50 а здесь 140 а здесь 140 и средняя скорость 42 тоже высок максимально близко ну да не ну там я не я вот не верю честно говоря но люди плохо ведь дела ведут на мой взгляд так нельзя они пишут про какую-то там доверие зрителей там ну да 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 о чем можно говорить это позор вот вот так себя вести когда владелец там дурачком прикидывается что его ввели в заблуждение он мне цифру назвал исходя из того сколько он хотел получить линеек от меня все я ему отдал не да на на тебе забери блин я я я знать тебя не хочу скажу зрителю как можно этот конфликт уладить что нужно для этого сделать и кому нужно что-то сделать чтобы вот на этом закончилось что нужно сделать докачал меня особой конфликта нет я вот объяснил ситуацию надо с олегом вот этим миньоном в м.п. сходить на полиграф и все я думаю и все вот васи николаевич может его проспонсировать на 300 тысяч рублей вот мы сходим на полиграф а меня естественно кто пропали про спонсировали и выясним вот с полимерием мы заработаем 300 тысяч василий николаевич с олега богу тоже 300 это потерять и все конфликт на ровном месте мне кажется ну да да нет я я думаю что у них кстати интересный момент егор да начал пробивать они по моему я думал они запросы делали в компанию петра тех у которых я приобретал прибор я думаю что может быть это в качестве разведки кто покупал кто платил они разговаривали с директором там и пытались выяснить наверное не знаю по крайней мере вот мне так сказали пытались компромат на меня найти ничего не получилось потому что я покупаю ну как за своей до зрители скинулись там чуть более 100 100 тысяч до собирает прибор прибор стоит 50 тысяч это блин это специальная цена мне петра тех специальную цену сделали с учетом того что я вообще частное лицо то есть я не для коммерции не для завода не для себя поэтому естественно для коммерческих целей цена будет выше вот но я на свои скажем ну и поддержка вот зрители то что небольшую сумму там но чуть менее но меньше получается платеж там около 1700 евро курс привязан курсу платежи до курсу его привязаны вот вот спасибо компании тротех на я кое-что там у них тоже запрашивал по по другому оборудованию тоже интересовался вот они мне ну как бы идут навстречу ну понятно наверное еще и рекламная все таки им интересно подвижить да 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 вот но тем не менее как бы на мой взгляд ничего страшного нет в рекламе если это качественный продукт да конечно конечно нет ничего плохого реклама это отличная вещь ну она нужна как люди узнают качественном продукте да и вот на мой взгляд denis вроде как развернуто ответил я думаю наверное все да ну да да последний вопрос в чем силу в правде брат спасибо что посмотрели всем пока вот